Каждый год они приходят сюда, иногда, чтобы просто помолчать. Ленинградцы и севастопольцы. У Стеллы с надписью «Город-герой Ленинград» 27 января всегда красные гвоздики. Жителей блокадного Ленинграда в нашем городе осталось немного. Митинг памяти собрал два десятка человек. Блокада стала испытанием для каждой семьи города на Неве. Алексей Бабушин вспоминает. Трудно было, очень хотелось кушать, но терпели. Выжить помогла любовь к родине. Говорит, несмотря на чудовищность положения, люди продолжали работать на благо страны. Слава Богу, благодарю, что дожили мы до этого времени. И просто помогло то, что выжить – это любовь к родине, любовь к городу своему родному, Ленинграду. И просто мы старались отдать все свои силы. Я был на Кировском заводе, работал формовщиком-летейщиком. Знаете, это был не то, что… а был фронт. Мы готовили для танков запчасти отливали. Блокада Ленинграда – история настоящего геноцида горожан, который растянулся едва ли не до самого конца войны. Наступление началось в 1941 году. Несмотря на ожесточенное сопротивление защитников города, в августе все железные дороги, которые связывали город со страной, были перерезаны. В сентябре начался артиллерийский обстрел Ленинграда, который фактически продолжался всю войну. У немцев был приказ – стереть город с лица земли. В блокированном Ленинграде оставалось не менее двух с половиной миллионов жителей. Среди них было около 400 тысяч детей. Я была ребенком, мы маленьким очень. У нас семья у мамы, трое девочек, и мы все выжили. А отец погиб в 1942 году на Ленинградском фронте. А мама работала на заводе электросилы всю войну. На аллее городов-героев – блокадные дети Ленинграда. Рано повзрослевшие в годы Великой Отечественной войны не по-детски серьезные и мудрые. Они изо всех сил наравне со взрослыми приближали победу. Судьба каждого – горький отзвук тех страшных дней. Уважаемые жители благатного Ленинграда, давайте вспомним ваших родных и близких, которые сохранили вас, сохранили город, иногда даже ценой собственной жизни. Вечная им память о вам – здоровье. Вы знаете, мы стоим у стелы города-героя Ленинграда, и на самом деле наши города объединяет общая судьба. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро. Транспортную артерию по нему называли дорогой номер 101 – дорогой жизни. Но ее пропускная способность не соответствовала потребностям города. За 872 дня блокады от голода и холода погибло более миллиона человек. День снятия полной блокады Ленинграда отмечается 27 января 1944 года, когда советские войска провели ленинградско-новгородскую операцию, в результате которой враг был отброшен на 250 километров от южных рубежей города. «Пока память о тех событиях жива, ничего подобного не должно повториться в мире», – говорят ленинградцы. После митинга реквиема их путь продолжился на Сапун-гору. На экскурсию жители блокадного Ленинграда отправились на юбилейном сотом троллейбусе, который вышел сегодня на специальный маршрут – площадь Нахимова, Сапун-гора. Там блокадники возложили цветы к вечному огню и посетили диораму «Штурм Сапун-горы» 7 мая 1944 года. Маргарита Пронина, Дмитрий Лелека, СЕФ-информбюро.